Вечная жизнь Это книга, письмо отца Заблудившимся детям своим Он письмо это нам прислал Сквозь веков одурманенных дым Так я жду вас, дети мои Приходите, я все прощу Вы покайтесь, и ваши грехи отпущу Вы оставьте на вашем пути Глупую гордость и злость Чтоб наказывать вас Мне, дети мои, не пришлось Вы поймите, не я вас учил Братьев своих убивать И не в ту сторону Отправляйтесь вы Счастье свое искать Я вам путь укажу в ту страну Где нет зла, где не плещется кровь Все, кто хочет Туда попадут Там нет горя, там правит любовь Как я жду вас, дети мои Приходите, я все прощу Вы покайтесь, и ваши грехи отпущу Вы оставьте на вашем пути Глупую гордость и злость Чтоб наказывать вас Мне, дети мои, не пришлось Чтоб наказывать вас Мне, дети мои, не пришлось И Аман задрожал от страха Перед царем и царицей В ярости царь встал И посреди пира вышел в дворцовый сад А Аман, видя, что царь Определил ему злую участь Встал, чтобы просить царицу Исфири о своей душе Когда царь вернулся Из дворцового сада В дом, где проходил пир И пили вино То увидел Амана Припавшего к ложу На котором была Исфирь Царь сказал Неужели еще и царица Будет изнасилована Когда я в доме Как только царь сказал это Аману накрыли лицо Харбона Один из царских придворных Сказал У дома Амана стоит столб Высотой в пятьдесят локтей Этот столб Аман Приготовил для Мардахея Говорившего доброе о царе Царь сказал Повесьте его на нем И Амана Повесили на столбе Который он приготовил Для Мардахея После этого Ярость царя утихла Продолжение следует... Продолжение следует...